Команды страны находятся в полной готовности. Режим службы, что называется, усиленный. Сейчас сюда начинают прибывать автобусы с призывниками, которые должны отправиться на военную службу. И приезжают они вот сюда, в так называемую грязную зону. Здесь проходит первичный осмотр. Медики меряют температуру, и если всё в порядке, то нужно пройти второй этап тест на коронавирус. Сегодня из московского сборного пункта проходит первая отправка в армию осеннего призыва. Работайте кулачком. Отправка призывников проходит по всей России. И нововведения ждут уже с порога. При входе в областной военкомат Волгограда появились санитарные шлюзы. Логи вытираем, вещи на стол. Обрабатывают не только руки, но и одежду призывника. У кого нет маски, обязательно выдадут. Каждый, кто отправляется на службу, проходит сразу два теста методом ПЦР и экспресс-анализ крови. Забираю образец крови и раскапываю в диагностические планшеты. В течение 10-15 минут смотрим результат. Отбор воинских части – дистанционное знакомство с личным делом призывника и беседа по видеосвязи. Все призывники, отправляемые войска, будут обеспечены масками, перчатками и средством для обработки рук на путь следования. И до, и после сбора территорию военкомата дезинфицируют. Причем, как правило, это делается силами войск радиационной и химико-биологической защиты. Что же касается самой службы, то сейчас едва ли из Калининграда поедешь в военную часть в Сибирь. Призывников по новым правилам отправляют в свой или соседние регионы. Попал в Улан-Удэ в часть материально-технического обеспечения. Пошел служить по стопам отца, потому что решил, что нужно отдать долг родине. В первый день призыва каждый регион отправляет в ряды вооруженных сил по 100-200 человек. Всего до 31 декабря в армию отправятся почти 130 тысяч человек. Спасибо.